Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Ну вот и подошло время подводить итоги конкурса, который я устроил для всяких умников, поучающих меня, как надо сочинять и играть рок-музыку. Я предложил им в легкую заработать 100 тысяч рублей, только ответив на один единственный простой вопрос, ответ на который, судя по их опломбу, они знают как отче наш. Вопрос мой звучал очень просто. Что такое хард-рок? Но в своем объявлении я просил давать только ответы, описывающие именно музыкальный стиль, то есть перечислять музыкальные критерии этого стиля, позволяющие безошибочно идентифицировать музыкальное произведение как относящееся к стилю хард-рок. Именно об этом я спрашивал, а не об истории возникновения этого музыкального стиля, и не о том, какие же эмоциональные состояния он вызывает у конкретного умника. Но судя по большинству ответов, умники не знают ни значения слова критерий, ни смысла понятия критика. Они привыкли говорить, что попало, всякие возвышенные фразы и умные слова, и при этом думать, что они говорят о музыке. Ну или оскорблять Волощука СД и думать, что это критика. Но все же, я думаю, их надо оправдать, так как они в этом не виноваты. Ведь непонимание смысла этих слов – это последствия отсутствия в нашей стране профессиональной музыкальной критики современной музыки. Подчеркну, полного отсутствия. В консерваториях и музыкальных училищах профессиональные музыковеды этим не занимаются, а только классикой. А большинство журналистов и блогеров, именующих себя музыкальными критиками, не имеют даже начального музыкального образования. Я очень доказательно говорил об этом в одном из своих блогов. Поэтому и рассуждают всякие критиканы о полете души, о взрыве эмоций, о непримиримом социальном протесте, о мировоззрении, о движении хиппи, о том, что урока нет и не может быть границ, и еще о различной обывательской, непрофессиональной, но очень возвышенной поэтической ереси, не имеющей никакого отношения ни к музыке как таковой, ни к музыкальной критике. Поэтому вначале я поясню умникам, что я имел в виду, задавая вопрос о музыкальных критериях. Я приведу слова-синонимы этого слова, чтобы было понятней. Так вот, я спрашивал о музыкальных особенностях, свойствах, качествах или характеристиках, присущих музыкальному стилю хард-рок. Здесь два ключевых слова. Первое, это критерии, ну или что то же самое, особенности, свойства, характеристики. А второе слово, музыкальные. Я имел в виду описание таких характеристик, используемых в музыкальных произведениях, к примеру, как тональность, гармония, лад, композиционное строение, размер, темп, используемые инструменты, вокальная и инструментальная техника, вокальная и инструментальная ритмика, тембральность, мелодика, жанровая направленность, фактура произведения и тому подобные сугубо музыкальные характеристики. То есть, в своем конкурсном вопросе я спрашивал о музыке. Я не спрашивал про социальный протест и про душу. Про душу желающие могут поговорить в церкви с батюшкой, или в клинике на приеме у психоаналитика, ну или задушевно побеседовать с каким-нибудь музыкальным журналистом, где-нибудь в купе поезда дальнего следования, под водочку и копченую курочку. Вот там можно молоть всякую чепуху про душевность, божественность и возвышенность, и еще кукиш властям в кармане показывать в качестве социального протеста. Так намного проще и приятней. И думать не надо, и чувствуешь себя музыкальным критиком. А здесь этот номер не пройдет. Болтать о чем угодно и думать, что ты разбираешься в музыке. Здесь, уважаемые участники конкурса, мною был задан вопрос даже не об истории рок-музыки, а именно о музыке. И, соответственно, я и ожидал ответов именно о музыке. Но таких ответов было немного. А в основном про душу, про протест и про историю. И еще. Многие думают, что рок – это когда ты со всей дури колочишь барабаны, верещишь расщепленным голосом и со страшной скоростью гоняешь арпеджио на перегруженной гитаре. Для них какой-нибудь Dire Straits, 10CC или Super Tramp, или даже Beatles – это не рок вовсе, а так себе легкая попсятина. Нет, ребята. Не все то золото, что блестит, и не все то рок, что колотит и рычит, а только то рок-музыка, что сыграно и спето в соответствии с канонами, ну или критериями стиля под названием рок-музыка. Ведь рок-музыку можно исполнять и акапелло, без инструментов, только отсчитывая ритм, если ты поешь в соответствии с правильной рокерской вокальной ритмикой. Но эти каноны, ну или критерии рок-музыки, знать надо. Вот именно поэтому я и организовал этот конкурс, чтобы про эти критерии людям рассказать, чтобы они понимали, что не все то, что они слушают, имеет отношение к рок-музыке. А зачастую они слушают мусорную, эклектичную бурду, которую я называю хэви-метал, попс-репа-шансон. Но это когда под тяжелейшие гитары с барабанами, по попсовому, вдолю и напевно, распевают какие-нибудь народные песни, типа «Коробейников», ну или эстрадные, типа «Синего платочка» или «Катюши». Но я рад, что в моем конкурсе поучаствовали не только умники и мои преданные хейтеры, поучающие меня, как сочинять и играть рок-музыку. Ничего при этом в ней не смысля. Но и люди, действительно разбирающиеся или пытающиеся разобраться в том, что же такое хард-рок, как музыкальный стиль. Тем не менее, я в любом случае благодарен всем, кто принял участие в конкурсе. И тем, кто давал серьезные ответы, и тем, кто стебался, и даже тем, кто меня попросту оскорблял. Ведь мы с вами все вместе, друзья, пробуждаем интерес к теоретическому пониманию не только рок-музыки, а современной музыки вообще как таковой. И если кто-то думает, что это досужие занятия, оторванных от реальности и практики умников, ботаников, графоманов и бездельников, то я ему очень сильно возражу. Теоретическое изыскание это очень практичное и нужное занятие, особенно для профессиональных музыкантов или тех, кто собирается ими стать. Ведь теоретическое понимание музыки значительно облегчает ее создание и дает возможность сделать ее чистопородной, не вываливаться за рамки стиля. А если и привносить элементы другого стиля в свою музыку с целью ее развития, то делать это осознанно, четко понимая границы того или иного стиля. И еще, без теоретического понимания какого-либо явления или дела невозможно быть передовым в практике этого самого дела. В общем, в завершение своего вступления произнесу старую, добрую, научную истину, верную в отношении любого занятия, в том числе и занятия музыкой. Нет ничего практичней хорошей теории. И перед непосредственным подведением итогов конкурса, чтобы не было обид у тех, кого я не упомяну в своих итогах, или у тех, кому я не ответил в комментах, сразу же скажу, что с момента объявления конкурса в начале июля и до его окончания в конце августа мне поступило более 500 комментариев во всех соцсетях Инстаграм, Ютуб, Фейсбук, ВКонтакте, Телеграм. Хочу заверить всех участников конкурса, что я внимательно прочел абсолютно все комменты, но ответить всем не смог по причине нехватки времени. Надеюсь, все догадываются, сколько времени надо на то, чтобы каждую неделю создавать по песне с приличной аранжировкой и звуком, снимать по клипу, делать рецензии на разные концерты, фестивали, спектакли, вести ежедневные репортажи из своих рок-путешествий и еще отвечать подписчикам и хейтерам в стихотворной форме. У меня пока нет возможности содержать телевизионную команду с музыкальным оркестром, как у Ивана Урганта. Практически все это я делаю сам с моим гениальным режиссером и продюсером, моей женой, ну и еще пару помощников у меня есть. И еще, по той же причине ограниченности во времени я рассматривал только те ответы, которые размещались непосредственно под постом об объявлении конкурса. Об этом я также предупреждал при объявлении конкурса. И в сегодняшних итогах я также не буду зачитывать или упоминать все 500 комментов, так как это слишком затянет подведение итогов. Поэтому прошу отнестись к этому с пониманием. Я приведу в качестве примеров и прокомментирую только самые характерные и самые интересные отзывы. И начну с самых поэтичных и возвышенных ответов. Тех самых, которые не про музыку, а про душу и про сердце. Вот Филипп Лопатников пишет «Хард-рок это вся мощь жизни, упакованная в мгновение». Прекрасно. Анна А20 20 20 30 «Рок-музыка это лучший способ выразить то, что думаешь». 96 Егор 88 «Хард-рок это творчество и ты в нем художник. Просто рок это не такая серьезная вещь, чтобы вгонять ее в рамки». Пермяков ЕКБ «Рок-хард-рок это в первую очередь свобода выражения, свобода мысли, эмоциональная составляющая и посыл текста на первом месте». Злой миксер «Разве нет прелести в том, чтобы воспринимать красоту музыки такой, какая она есть, безо всяких потуг загнать ее в жесткие рамки». Далее идут поэтично осуждающие комменты. Гордеев Анди «Но неужели в вашей голове ни разу не промелькнула мысль, что музыка должна эмоции вызывать? Ее не читают, а через сердце пропускают». Гитар топ НСК «Музыка это неуловимое чувство, выраженное в звуках. Если дать точное определение хард-року, он умрет, потеряет свою уникальность, которую можно только искренне слышать и чувствовать. Музыка не подчиняется и ритму, и математике». Ну и одному из таких комментаторов я ответил стихами. Это «Ба-3-Р-М-Б-А». Хард-рок это состояние души и ни в какие рамки данное подразделение музыки не укладывается. Отвечаю стихами. Трудно не согласиться Юрий с вами. Мне то же самое толдычат и про рэп, и про попсу, и про шансон. Но если музыкант свой стиль не в состоянии определить словами, то получается всегда хэви-металл, попсо-шансон. Были ответы и про социальный протест. Приведу самые яркие. СССР ОООА «Рок-музыка это социальный протест, а хард-рок это железный социальный протест». Опять 96 Егор 88 «Он на то и хард, что характеризует собой протест». Диско «Панцилла» «Хэ-Зэ» «Тут надо чекать не только технику, но и смысл. Хард-рок стал площадкой для высказываний и был зачастую направлен на протест против войны, правительства и тому подобное. Этому участнику конкурса я тоже ответил следующее. «Да, Александр, все, что вы сказали это прекрасно, возвышенно и поэтично, но это не о музыке. Мой же вопрос исключительно о музыкальных критериях стиля хард-рок». А вот «Грей энд вайт». Хард-рок это музыка протеста, музыка, выраженная через музыкальную правду, за счет выразительности новых и крепких, выразительных и, главное, новых музыкальных решений. Само стихосложение дает пульсацию и после выражает образность в музыке. Использование новаторства и новейшего инструментария лишь подстегивает жесткость новаторства. «Хард-рок это наивысшее выражение новой музыкальной мысли, свободно отрицающей современное, непреложно, чуждое и выражая значимое для современности». Этому участнику я также ответил. Да, молодой человек, вот так вот большинство музыкальных критиков и журналистов рассуждают о рок-музыке, забывая, что это все же музыка, хотя и рок. Говорят о протестах, о правде жизни, о текстовой жесткой ритмики, о новаторстве, но только не о музыке. Я же задал вопрос именно о музыкальных критериях. Но были и участники, которые смотрят на рок-музыку пошире, как на особое мировоззрение. К примеру, вот Уткин. Лично для меня отношение к року не как к жанру, а как к мировоззрению. Ты должен высказать все проблемы и нюансы мира, вынести их на, и это все в стиле рока. Сейчас нет четкого разделения с жанром. Возможно, канонично только лишь академическая музыка, по сути, где есть какие-то правила. Все эти моменты, в какую долю бьет рабочий, какая рифмовка у слов, по большей мере не играет особой роли. Я не думаю, что когда вы пишете свою музыку, вы математически просчитываете подобные моменты. в ответ на этот коммент я немного порассуждаю. Ведь мы не просто подводим итоги, но размышляем о рахмузыке, согласитесь. Так вот, в среде даже наших музыкантов, а не то, что любителей музыки, нет понимания, чем отличается стиль от жанра. И ваше письмо, господин Уткин, это подтверждает. Я это говорю не в упрек вам. Это просто констатация факта малочисленности исследований в этой области и отсутствия соответствующей музыковедческой литературы. Ее очень мало. Так вот, жанры как раз и характеризуются четкими канонами. Стили же таких четких очертаний не имеют. Рок-музыка это не жанр, это глобальный музыкальный стиль, включающий в себя множество направлений подстилей и жанров. Большинство журналистов и блогеров именующих себя рок-критиками точно так же как и вы рассуждают о рок-музыке как о мировоззрении, как о социальном явлении. Так удобнее и проще. И вроде бы как умнее звучит и в то же время задевает струны души рассуждениями о несправедливости этого мира. Я же пытаюсь вернуть всех к обсуждению рок-музыки именно как музыки. Теперь по поводу математических просчетов молодой человек музыка это математическая дисциплина, это звуковременное искусство, основанное, покоящееся на ритме. Если ты профессионал, то ты просто обязан считать. Только дилетанты работают без метронома и поют и играют абы как. Мол, мы творческие люди, играем как в голову взбредет. считать надо даже в простейшей музыке. И этому сразу же учат в музыкальной школе. При сложной, полифоничной, многоуровневой, полистилистичной музыке, которая переходит уже в разряд высшей математики, без расчетов обойтись невозможно. Просто даже по причине невозможности удержать в голове множество партий. Не просто так профессионалы используют нотную запись. Теперь приведу примеры исторических ответов. Вот Евген Инн. Так, ладно, я попробую старику объяснить. Но это он стариком называет меня, если кто не понял. Вообще хард-рок как жанр был основой для хэви-метала, но именно Лед Зеппелен и Блэк Саббат стали основоположниками вашего хард-рока. После хард-рока уже пошла волна прогрессивного рока. Как видите, этот молодой человек также не знает, что хард-рок это не жанр, а стиль музыкальный. Молодежь, что ты тут поделаешь? Не хотят учиться. Следующий историк Я Виталик. Хард-рок это музыкальный стиль, берущий начало в 60-х годах прошлого столетия и являющийся детищем таких стилей, как блюз, джаз, фолк и психоделика. Группой, ставшей олицетворением хард-рока и показавшей разнообразие звуковой палитры стиля, заслуженно считается Led Zeppelin. Фактически, хард-рок наравне с хэви-металом является основой всех жанров тяжелой музыки. Видите, какая историческая справка. И прошлое, и будущее задействовал товарищ. Еще один исследователь истории Голландский Хард-рок стиль музыки, который выделился в 60-70-х годах 20-го века. Тогда уже полноценно существовал рок-н-ролл. Хард-рок становился популярнее и постоянно развивался. В дальнейшем The Rolling Stones, The Who, The Jimmy Hendrix Experience и другие группы продолжали экспериментировать и дали начало огромному количеству подстилей. Ну, согласитесь, понятно, что такое хард-рок. Следующий участник сразу же заявил, что ему по барабану какой там вопрос в конкурсе, он, как и большинство наших музыкальных журналистов и критиков, будет говорить о том, о чем привык, и думать, что он говорит о музыке. Его звали That Tretty Lover. Вопрос не к теории, а к истории. Когда-то давно о том, что такое перегруз, знали только те, кто уродовал себе комбики. Потом появился Хендрикс и о перегрузе узнал весь мир. А раз узнал, то дал на это реакцию в форме Led Zeppelin, Black Sabbath, Iron Maiden и Judas Priest. Хард-рок это утяжеленный блюз из 70-х. И считая, что он исчерпывающе ответил на конкурсный вопрос, он великодушно завершил. Пейдж бы улыбнулся, деньги оставьте себе. Деньги я оставлю другим участникам конкурса, а уважаемому участнику отвечу. Руслан, вы даже не представляете, сколько я подобных историй прочел, аж в глазах рябит от всех этих исторических эссе. Жаль, только теоретических рассуждений на эту тему вообще не существует в природе. А знаете почему их не существует? Потому что в этом разбираться надо, а это трудно, это работать надо, думать головой. Но все считают, что они и так все прекрасно знают, и поэтому могут поучать Волощука СД, как рок сочинять, но при этом не могут объяснить даже самим себе, что же это такое. Обычная история. Именно поэтому я и задал вопрос по теории, а не по истории. Вопрос о конкретных музыкальных критериях, позволяющих безошибочно идентифицировать музыкальное произведение, как относящееся к стилю хард-рок. Напомню вам, люди только в том случае разбираются в чем-либо, когда они могут зафиксировать это в словах, то есть дать точное теоретическое определение объекта исследования. Определение понятий это одна из основных задач науки. О понятиях не договариваются, а именно определяют исследуя объект изучения. И делают это не ради забавы, а чтобы затем уверенно воссоздавать этот объект на практике. Ну, или объяснять студентам, как создавать музыку конкретного стиля или жанра, если мы говорим о преподавании музыки. Из исторических рассуждений невозможно понять, как делается та или иная музыка. Были, конечно же, и стебные, и злобные комменты. Вот, к примеру, Гога Драм Цю. Хард Рок это то, что не относится к Волошуку. Джи Сейс. Хороший троллинг с розыгрышем. Конкурс наш, это оказывается троллинг. Зоринстр. У вас вкус плохой, а сочиняйте вы на уровне 15-летнего школьника. Аркон ГФД. Ребят, вас тут тупо на комментарии разводят, а вы? Ну, не докажете вы человеку, играющему даже близко не рок-музыку. А вот Голд Мюзика. Хард Рок это панк-рок, сделанный непьющими задротами, которые не дотягивали до хэви-метала. Хотя они тоже пили и употребляли будь здоров. Тот же Боннам захляднулся своей блевотиной, но все равно задроты. Про русский рок еще могу сказать, что это желание через призму водки добиться психоделического эффекта присущего ЛСД. Оттого и музыка говно. А вот товарищ стебанулся над одной нашей рекламой первоначальной. Грей МММ. Хард Рок это полифония. Это современный ритм. Это оригинальный саунд. Браво! Было много ответов не о музыке, а о моем творчестве. Вот один из характерных отзывов. Питченко Виталий. Хард Рок это то, к чему не имеет отношения творчество Волощука СД. На крайний случай скажу, что это написал профессиональный музыкант из Новосибирска, сочиняющий прекрасные песни с названиями «Красная помада», «Я с тебя худею», «Бортпроводницы», «Не прячут мам свой инстаграм», ну и так далее и тому подобное. В общем, рокер. Были, конечно, и очень проницательные товарищи, уличавшие меня в алчности. А куда без таких товарищей? Вот, к примеру, Че-330Б. Вы, профессор, устроили этот конкурс ради наживы среди подписчиков за 100 тысяч рублей. Утонченно устроили, даже не попросили подписаться и репостнуть. А вот интернет соси. Да, байт на комменты, бесплатный пиар. Сейчас все будут тут стараться за 100 тысяч. А профессор Волощук в стихах всем будет отвечать, что вы не понимаете, хард-рок это другое. И интернет соси, конечно же, прав. Подобным музыковедам я отвечал своими добрыми стихами. К примеру, на коммент некоего Антона, который именно так себя и именует и пишет мне «Высокомерие графоманства в мире музыки вот ваш конек, сударь». На что я ему, конечно же, ответил стихами. Антону не давало жизни спесь и чванства. Они все время таки перли из него. А тут еще к ним подключилось графоманство. Он думал, что он музыкант. В общем, зашло у него уже очень далеко. А вот отметился мой самый преданный хейтер, который сам себя считает выдающимся поэтом и композитором. Кеша 2941. Порк-рок — современный, аутентичный, односемейный стиль и жанр в музыке. Оригинальный саунд данного стиля обеспечивается жирным басом и чесанием на пузе неподключенных гитар, а также одинаковым паком ударных во всех песнях. Вокал в данном стиле жанра обязательно должен быть мимо нот и ритма. На припевной части включается автотюн и хорус с дилеем. Тексты в данных песнях банальный набор фраз начинают со второго куплета. Теряются размеры рифма. В словах необходимо наличие речевых оборотов и понятий таких как «Нам, мы, я, судьба, рок и им подобное измышление». Честно говоря, очень саркастично, с юмором и намеком на мои габариты. Я посмеялся от души. Спасибо вам, Кеша 2941. Далее пошли ответы уже серьезнее, но халявные, в которых люди бездумно перепечатывали определения из Википедии в надежде по-быстрому срубить деньжат. Но человек, писавший статью про ходрок в Википедии не знал даже, что хард-рок это не жанр, а музыкальный стиль. А ритм-секция это не главным образом бас и барабаны, а именно бас и барабаны. Вот один из ответов. Радиоактив жабка. Хард-рок, английское хард-рок, дословно тяжелый рок или жесткий рок, жанр рок-музыки, характеризующийся выделенной ролью ритм-секции, главным образом бас-гитары и ударных инструментов. Композиции этого жанра часто построены на риффах в фигурах с размером четыре четверти. Но это дословно из Википедии. Но все равно я ему ответил. Именно с этого ответа начался мой конкурс. Так можно охарактеризовать любой стиль современной музыки. Благодарю за участие. А ему вторит еще один. там он не один, там было таких ответов несколько из Википедии. Но вторит ему ХАС-2Р дословно приводя точно такое же определение из Википедии. Но ему я уже ответил стихами. Благодарю вас за участие в турнире. Но вы не первые, кто из интернета эту фразу зачитал. Думаю, выделена в рэпе ритм-секция пошире. И точно так четыре четверти используют размер и риффы там, но не последняя деталь. была масса упрощенных ответов. Как пример слэш GR 1988 хард-рок это вид рук музыки, в котором преобладают гитары, не обязательно перегруженные. На что я ответил. Ярослав, а в панк-роке что-то другое преобладает или в хэви-металле? Далее пошли уже попытки действительно дать определение, но без четких критериев. Где-то эмоционально-поэтические определения, где-то расплывчатые, не позволяющие точно идентифицировать хард-рок, но все-таки это были уже попытки. Вот к примеру Great Maximum. Хард-рок можно определить по напористому подходу к игре ритм-секции и степени перегруза гитар, что в целом создает общий уровень тяжести и напора звука, но данные категории воспринимаются субъективно. Одни скажут, что конкретный уровень достаточен для этого стиля, другие нет. Так что безошибочно объективно попасть в стиль при его идентификации скорее всего невозможно. Каждый почувствует уровень по-своему, но опираясь на эти критерии. Проще же всего просто судить по энергетике, но здесь совсем никаких объективных критериев не назвать, ибо здесь субъективизм максимален, но возможно я не прав. Да что ж не правы? Правы, но только тут критерия не надо ни одного. А вот DJ & DOS Hard Rock это стиль в музыке, который имеет резкое звучание за счет использования перегруженного звучания электрогитары при помощи овердрайва или дисторшна. Ярко выраженная ритм-секция, называемая риф, также имеет секция с использованием соло на гитаре. Hard Rock исток таких жанров как гранж, хэви-метал, дэд-метал, дэд-метал, глям-метал, пауэр-метал и т.д. Евгений, есть немало групп, играющих в стиле хард-рок, но которые практически не используют перегруженные гитары, к примеру, дайер-стрейтс, а есть группы, у которых вообще нет соло-гитары, а солирующим инструментом является саксофон, как к примеру в группе Супер Трэмп. Ну, а про ярко выраженную ритм-секцию я вообще помолчу. Она присутствует в любом современном стиле, начиная от рэпа и кончая попсой. Я напомню вам условия моего конкурса. Нужно назвать критерии, которые позволяют безошибочно идентифицировать музыкальное произведение, как относящееся к стилю хард-рок. Под ваше же определение попадет даже утяжеленная попса. Меня тут некоторые умники обвиняют в том, что мне не угодишь. Ну, тогда вы сами без меня порассуждайте. Возможно ли по вашему определению человеку далекому от рок-музыки понять, что он слушает хард-рок, а не трэш-метал или хип-хоп? На что Джантос честно мне ответил. Согласен. Сложновато идентифицировать по моим характеристикам. Спасибо за честность. Хотя многие в ответ на мои обоснованное замечание пишут, что я не признаю то, что мне не нравится, а признаю только то, что мне нравится. Нет, друзья, я стараюсь быть объективным. Приведу еще пару примеров честных, но на мой взгляд, все-таки расплывчатых ответов. Вот Арт Джорджи. Музыкальный стиль, направленность текстов которого ориентирована на то, как ведет себя, какие проблемы решает и какие вопросы задает себе человек в изменившихся обстоятельствах, основанный на созерцательности, вдумчивости и самоуглубленности, следующий классическим каноном в наборе инструментов, в аранжировках и в классической роковой синкопированной вокальной ритмике, со средней скоростью исполнения, рифовыми или солирующими гитарами, со звучанием фуз и дисторшн, и вокальным, грудным, хрепловатым стилем, мелодика песен которого ложится на сменяющиеся аккорды в размере 4 четверти с преобладанием в выступлениях музыкантов такой атрибутики, как джинсы клеш и цветной хлопок. Георгий, ну что я могу сказать? Во-первых, мы говорим о музыкальном стиле, а не о содержании текстов и уж тем более не об одежде. Во-вторых, хард-рок может быть и инструментальным. И в-третьих, те музыкальные критерии, что вы перечислили, можно отнести и к другим направлениям рок-музыки. Приведу еще одну более точную попытку охарактеризовать хард-рок, правда тоже с расплывчатыми критериями. Дон Педриллион. Хард-рок это стиль музыки, который зародился в начале 70-х и обрел пик популярности на рубеже 70-х-80-х годов. Отличительные черты данного направления. Первое. Искаженный звук гитары. Дисторшн овердрайв. Второе. Наличие двух гитар или гитарных дорожек. Ритм и соло. В отличие от панка и джаза имеет четкую структуру. Куплет-припев, куплет-припев, соло-припев. Четвертое. От рока отличается более жестким звучанием, что и выходит из названия. Как будто хард-рок это не рок. Пять. Вокал чаще всего агрессивный с переходом на крики или фальцет. Шесть. Темп не очень быстрый, благодаря чему добивается, так сказать, качалово. Семь. Риффы очень простые и въедливые. Восемь. В соло-партии чаще всего используются пентатоника и блюзовая гамма. Ну что, хочу сказать. Вижу, проанализировали, поразмышляли, но не все так просто. По пунктам. Есть хард-рок группы, не использующие дисторшн. Их много. Есть хард-рок группы без соло-гитары, а солирующие партии ведет саксофон, либо вообще даже флейта. У панка как раз точно такая же четкая структура. Есть хард-рок группы с мягким звучанием, есть немало групп поющих без экзальтации, есть песни с очень высоким темпом, ну и смотря что считать высоким, где градация между высоким и низким. Да, риффы проще, чем в хэви-металле, но здесь встает вопрос, что понимать под простотой. В последнем вашем пункте ключевые слова чаще всего, а не пентатоника. В общем, безошибочно определить хард-рок по вашим критериям не получается. Их можно применить к любому направлению рок-музыки, а не только к хард-року. Но в любом случае, спасибо вам за интересную и близкую к сути дела классификацию. И были некоторые ответы даже приближающиеся к хэви-металю. Тяжелые громовые барабаны и большое внимание к партиям баса. Тот самый акцент на ритм-секцию. Еще одна характерная особенность этого стиля, кстати, это новый метод усиления звучания гитары овердрайв. Тексты песен в жанре, или вернее в поджанре хард-рок, в большинстве своем осмысленные. Если говорить о хард-роке 60-х-80-х годов, то очень многие песни были написаны о кризисе, политике, общественном неравенстве и, в принципе, о наболевшем, о тех вещах, которые были близки среднему классу, которые вызывали отклик в сердцах людей и давали им пищу для размышлений и надежду на лучшее. Окончательно сформировали хард-рок Black Sabbath и Deep Purple. Лучше послушать настоящий хард-рок, нежели читать о нем. Автор этого ответа очень правильно обратил внимание на качество рифов, на которых строятся композиции в хард-роке. Это именно блюзовые гитарные рифы, ну или рок-н-ролльные. Рок-н-ролл это продолжение блюза, только более быстрое. В последующем развитии рок-музыки в различных модификациях хэви-метала стали использовать скоростные рифы большей сложности, стали использовать шреддинг, свиповый штрих, пониженные ноты, дайв-бомбы, сложные комбинации тэппинга с випо-легато, но и блюзовые гитарные рифы там также используют, как и используют их вообще в других стилях, к примеру, в джазе. Поэтому только одной правильной характеристикой невозможно точно описать хард-рок как стиль. Здесь нужна совокупность характеристик. Далее в своем ответе он приводит и другие характеристики, но их опять-таки можно отнести к любому стилю рок-музыки, а затем со сложившейся в нашей музыкальной журналистике традицией он привычно уходит от музыки к социальным протестам и откликам в сердцах людей. Поэтому я и ему, да и другим уважаемым участникам конкурса еще раз напомню суть моего вопроса. Меня интересует исключительно музыкальная сторона вопроса. Исключительно! Это первое. Поэтому рассуждение о текстах песен, вызывавших отклик в сердцах людей, примеры различных групп, призывы что-то послушать к моему сугубо музыкальному вопросу отношения никакого не имеют. Я по сути дела задаю следующий вопрос. Объясните мне словами, подчеркиваю, не ушами с призывом что-то послушать, а именно словами, как надо выстраивать музыкальное произведение, чтобы это получился именно хард-рок. Вот молодой человек говорит про мощный вокал, переходящий в крик, ну чем мне характеристика панк-рока? Я уж не говорю о гроулинге, который используют в метал-коре, или тяжелые громовые барабаны с басов, ну чем мне характеристика рэпа? Там все построено на тяжелейших битах и супер-басах. Ну а уж овердрайв, так это вообще неотъемлемая черта хэви-металла, а не только хард-рока. Я повторю ключевое слово в своем вопросе, описать критерий или комплекс критериев, которые позволяют безошибочно идентифицировать произведение, как относящееся к стилю хард-рок. По приведенному холодно с тобой определению этого сделать невозможно, но повторюсь, автор привел очень существенную характеристику хард-рока, блюзовые гитарные рифы. Благодарю его за это. Вот следующий интересный ответ. Майлз Фокс «Хард-рок жесткий или тяжелый рок?» Понятие настолько всеобъемлющее, что многие не видят разницы между собственно рок-музыкой и этим одним из ее наиболее массовых и популярных ответвлений. А далее он расплывчато описывает свои субъективные ощущения. «Композиции в стиле хард-рок вызывают субъективное ощущение тяжести, достигаемое за счет выделения ритм секции на передний план, что требует от музыкантов виртуозного владения своими инструментами». Молодой человек, благодарю за комментарий. Это, конечно, не теоретическое определение, позволяющее безошибочно идентифицировать музыкальное определение, как относящееся к стилю хард-рок, но отмечаю ваше понимание того, что нет разницы между хард-роком и собственно рок-музыкой. Это действительно так. Это и есть сама рок-музыка. Рад, что есть люди, понимающие это». Следующий интересный, на мой взгляд, ответ, хоть там и ответа нет. Человек обратил внимание на один из определяющих стилистику любого вокально-инструментального стиля аспект. Затронул его в своем комитете «Бат Мамбет». Хард-рок это музыка, которая поддерживает стих в сильной доле. Зачастую жизнеутверждающий текст, мажорный и в чистой гармонии. Я задал ему наводящий вопрос. «Молодой человек, поясните мне, что означает поддерживать стих в сильной доле?» «Бат Мамбет» ответил мне, «У стихотворения есть своя ритмика». То есть, если в тексте ударения ставятся так, чтобы слушатель понял интонационную направленность песни, музыка поддерживает эти акценты. Настоящий хард-рок должен быть убедительным, иначе никак». Я повторил свой вопрос, только более развернуто. «Молодой человек, повторюсь, что значит ваше выражение поддерживается сильной долей?» В переводе на русский язык, «Как по-вашему должны соотноситься ударения и сильные доли, чтобы музыка поддерживала стихи?» Но он опять не смог выразить мысль. «Поддержка сильной доли в ритме стиха – это с силой атаки музыкальных инструментов правильно акцентировать нужную долю и длительность». Как видно из этого ответа молодого человека, он что-то интуитивно почувствовал, но до конца не додумал, не сформулировал свою мысль, поэтому и не смог выразить свои догадки в словах. Но я рад, что хоть кто-то начал об этом задумываться. Был также один почти энциклопедический ответ, в котором была дана общая характеристика многих современных стилей. Такую целую диссертацию прислал нам Каун Гриш Нах, который так и написал «Хоть и можно было бы сравнить хард-рок исключительно с рок-музыкой и металлом, пожалуй, не буду ограничиваться». И он не ограничился. И далее кратко охарактеризовал и фолк, и все его стили, и кантри, и латиноамериканскую музыку, и поп-музыку, и рэп, и хип-хоп, и регги, и блюз, и джаз, и остальной рок, как он назвал это все. Остальной рок. Спасибо, конечно, за такую большую проделанную работу, но в моем понимании это все популярная музыка. Может быть, только за исключением фолка, да и то, смотря как его исполнять. В заключение Каун Гришнах выдохнул и признал, что никаких критериев хард-рока не знает. Так и сказал, фух, несмотря на то, что отличил почти от всех жанров и видов, указать безусловные критерии невозможно. Стиль хард-рок до того разносторонний, что дать стилю определенных критериев невозможно. Ну что ж, спасибо за честность. И были ответы, по которым тоже невозможно безошибочно определить хард-рок, но в которых уже целенаправленно и осмысленно перечислялись именно музыкальные критерии, без социальных протестов и поэтических метафор. Вот, к примеру, Никита Чуйко очень внимательно просмотрел мои теоретические блоги, которые я печатал два года назад, в которых я делился своими наблюдениями, размышлениями и попытками определить не хард-рок, а рок-музыку вообще. Но он дословно повторил одну из моих ошибок и написал следующее. Хард-рок это рожденная в англоязычной среде и отражающая особенности и ритмику англоязычной речи и стихосложения метризованная вокально-инструментальная синкопированная гитарная рифовая музыка с жестким ритмом, поддерживаемым ударными инструментами и с преобладающей размерностью четыре четверти, а также специфическим построением вокальной партии, с преобладанием коротких, отрывистых, нераспевных окончаний слов, синкопированных окончаний фраз и распространенной постановкой других ударных слогов в слабую долю такта, что приводит к несовпадению ритмических акцентов вокала с метрическими акцентами аранжировки, что в свою очередь обусловлено особенностями английской речи и английского тонического стихосложения. Если совсем коротко, главные особенности хард-рока доминирование ритмсекции, ударный бас, размер четыре четверти, характерное синкопированное ритмическое построение партии вокала. Благодарю Никиту за внимательное отношение к моим теорическим блогам и донесение моих наблюдений до широкой публики. Но я должен сказать, что я, во-первых, определял не хард-рок, а рок-музыка вообще. А во-вторых, тогда, два года назад, я только начинал и допустил непреднамеренную ошибку, что в роке распространена постановка ударных слогов в слабую долю такта. На самом деле я имел в виду, что в классической рок-музыке, как правило, последний ударный слог в поэтической фразе песни ставится не в слабую долю такта, а в контрапункт относительно метрических долей. Именно это приводит к несовпадению ритмических акцентов вокала с метрическими акцентами аранжировки и придает рок-музыке характерное звучание, так как слабая доля это такая же метрическая доля. И здесь эффекта несовпадения не будет. Никита далее еще дополнил свое определение хард-рока и в заключение даже ответил мне стихами, что подтверждает мысль Иосифа Бродского, что поэзия это видовая цель человечества. Вы правы, с рок-музыкой по жизни я иду и ощущаю я ее по-своему конечно, да впрочем как и все, что искренне люблю, мне важно чтобы было честно. А это в роке неотъемлемый критерий, фундамент прочный и основа. Пусть существует много разных мнений, мне каждая из них знакома, но многие зачем-то ищут суть, превознося над чувством слова, в конечном счете важен путь и чтоб идти было кайфово. Благодарю Никиту Чайко и за любовь к рок-музыке, и за внимательное отношение к моим теоретическим изысканиям, и за поэтичное отношение к этой жизни. Только так и должен к жизни относиться настоящий мужчина. Так как подведение итогов вылилось в очень большой объем, то чтобы не утомлять вас длинными блогами, мы разбили его на две части. Поэтому на сегодня все, завтра продолжим и перейдем к самым интересным на мой взгляд ответам. До свидания друзья, до завтра.